Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Рокутагин, немного не по теме, а как тебе новая внешность? Великолепно, братишка. Особенно порадовали белые, как снег, бронежилеты и ярко-черные волосы. То есть, новые баги внешности. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, капитан Очевидность, как всегда. И пришло время обсудить сочные и не очень новиночки. А именно, новый Штайр Скаут, который, как я понял, призван пофиксить снайпера, если что, это шутка. И Калашников МР-155, простонародье Мурка, дробовик новый полуавтомат. И как вы, наверное, уже догадались, на ваши просьбы сделать годный сбалансированный полуавтомат и перестать добавлять снайперу имбы, кое-кто клал с прибором. Понятно. Режим нытья активирован. Не, ну что ты, капитан Очевидность, какое нытье? Только голые факты. Итак, дробовик МР-155, дробовик Калашникова Ультима. Внешний вид сочный. Прицельчик звук всё не подводит. Не подводит вообще ничего, кроме самого дробовика. Обладает достаточно, можно сказать, крутыми, по-своему даже выдающимися ТТХ. И при этом, сука, не ваншотит. Рачиш, а может это, руки у тебя просто из жопы, а? Руки, капитан Очевидность, у меня как раз из плеч. Правда, плечи из жопы. Ну ладно. Вот скажите, дорогие мои, вы видите вообще здесь на видео стабильные ваншоты? Если записать такую же нарезочку, скажем, да со стареньким уже по нынешним временам Киллтек КС-7, ваншоты будут повсюду, вопреки всяким нытикам, которые вообще реально, ну мало куда попадают. И нет, пинк у меня не 5, у меня сейчас пинк около 40 всек. То же самое можно сказать про Бенелли М4 Кастом. Для полуавтомата она ваншотит весьма годно. Да и трёхзарядная Чиполина тоже не особо вызывает какие-то жалобы по поводу ваншота на каких-то близких, законных, так сказать, медицинских дистанциях. Да и Максим Спешл в этом преуспел. А вот новая Мурка даже в какой-то степени реально поражает. С таким-то, сука, уроном? И не ваншотить на дистанции, где просто можно доплюнуть. Вахуй просто. Не, ну серьёзно, не ваншоты в упор, в корпус стреляешь. Как такое вообще может быть? Я не понимаю. И никакой темп стрельбы 200, ну тут вообще никак не спасает. Это просто без шансов и без вариантов против нормальных дробовиков. Без шуток, меня стабильно перестреливал ДП-12. А уж извините меня, при всей любви некоторых людей к этому дробовику, в топ дробовиков он даже не входит сегодня. Нагиб. Да. Так что, в таком виде Мурка, это, ну, наверное, только для коллекции и ПВЕшки побегать. Да может быть, каких-то нубов где-то погонять. Но точно не в серьёзные замесы ввязать. Я даже не говорю про какой-нибудь РМ. Серьёзно, с этим дробовиком даже идти на какой-нибудь паблик, где плюс-минус жёсткий баланс будет, по моему мнению, идея так себе. Поэтому говорю честно, как думаю, как ощущаю, как получил по самой гланды, пока с ним играл, не советую однозначно. И всё-таки загадка, а почему он так плох, если вроде он должен быть хорош? Мистика, сука. Ладно, с Муркой всё ясно. А чем тебя скаут не устроил? Да очень просто, друг мой. Новый скаут, это новый Макмиллан. Да, только лучше. Новый скаут обладает просто фантастическим каким-то, сука, запредельным ваншотом с глушителем, на секундочку. В этой нарезке вы можете видеть всего один момент, всего один, где я не ваншотил человека из этой пушки. Это было на карте Мотель с огромной дистанцией, которая, собственно говоря, в Варфейсе, кроме этой карты Мотели, может быть где-то, где-то на чёрном золоте, они больше нигде не встречаются, сука, в этой игре. И только вот на такой дистанции, попав на секундочку, убегающий, жопастый, кстати, такой классный, му-му-му, тёлочки, в пятку, в пятку, вот я прям там чётко в пятку попал, можете посмотреть. Вот только тогда был нокдаун. Помегаситель вообще не нужен этой винтовки. Во всяком случае, на сегодняшний день, сегодняшней бронёй, устанавливайте глушитель, устанавливайте сложенные сошки, и идёте гнуть всё, что движется. То, что не движется, тоже будет гнуться, обещаю. Если что, можно ещё немножко толкнуть, оно винится и потом гнуть. Да. Мало того, что здесь такой ваншот, здесь ещё пипец какой темп, реально там уже до Макмиллана рукой подать. Чей так жало, уже нервно курит в сторонке. Это скорее он был больше похож на Макмиллан, с его зубом, с его особенностями и так далее, с видением. А это почти тот же самый скаут, как в былые времена, только теперь он ваншотит всё с глушителем, обладает охрененным темпом, зум ему говорят, пофиксили, пофиксили, ребята, поверьте, как оно зумилось, так и зумится, большинство даже особо не ощутит. Это не в том, что даже добавили имбу, а в том, при каких обстоятельствах это сделали. Ещё не так давно наша администрация проводила опросы в своих соцсетях и устроила целую конференцию блогеров в Дискорде. И главным вопросом был фикс снайпера. Каких предложений только не поступало, каких идей только не выдвигали. И разработчики всё это учитывали, всё записывали и обещали над всем подумать и всё решить. А ВОЗ и ныне там. Но мало этого, так ещё встречайте чей-то Кжало и новый Штайрскал. Это похоже на какой-то пранк. Да. А как тебе новый Хеклер Унткох-30? А, этот пистолетик на 30 патронов? Ну, не знаю, ребят, серьёзно, вот этот пистолет некоторый там говорит, это имба, это типа Вальтер-99, только с прицелом тудым-сюдым. Прицеле он, в общем-то, неплох, но ничего особенного. Рюгер, как минимум, не хуже и, по-моему, даже получше. А что касается его эффективности от бедра, то 99-му Вальтеру и тому же Рюгеру он тоже уступает. Так что, если стреляете в прицеле, смысла покупать, приобретать его просто нет. А если вы стреляете от бедра, то, опять же, Рюгер и Вальтер-99 тупо лучше. И только если вы из тех, кто любит сжать из пистолета, как из основного оружия, на целых 30 патронов, то, может быть, да, может быть, зайдет. Но признай, в целом-то, новиночки годные завезли. Ну как тебе сказать, капитан Очевидность, новинки годные? Дробовик Медика, ну, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо, и в какой-то условный топ точно не входит. А для коллекции? А что, у нас мало оружия для коллекции? Ну, секундочку. У снайпера опять явный перебор. Пистолет вроде ничего, но какой-то необходимости и прелести особой, честно говоря, в нем нет. Так что самые основные и самые сочные новинки ничем особым, друзья, не блещут. Кроме, конечно же, снайпера. Но про снайпера, в принципе, тоже ничего не изменилось. Как он был имбой, так и остается. И мало того, что в итоге его не пофиксили, так двумя последними донатами его, по сути, еще и апнули. Аладус!